Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим производство карамельных конфет. Машинно-аппаратурную схему линий производства карамельных конфет и физико-химические изменения углеводов при приготовлении карамельной массы. Карамельная масса это аморфная масса, полученная увариванием высоко концентрированных растворов сахаров в смеси с другими углеводами. До концентрации сухих веществ 96-98%. В зависимости от рецептуры в состав карамельной массы входят сахароза, мальтоза, глюкоза, фруктоза, декстрины и другие олисахариды, продукты неполного гидролиза, крахмала. Кроме того, в карамельной массе содержится то или иное количество продуктов теплового изменения сахаров. Основным сырьем для изготовления карамельной массы являются сахар-песок, сахароза и патока, представляющие собой продукты неполного гидролиза, крахмала. Из всех кондитерских изделий на долю карамели приходится около 35%. Прежде чем перейти к рассмотрению машинно-аппаратурной схемы линий производства карамели, рассмотрим физико-химические изменения углеводов при приготовлении карамельной массы. В процессе производства карамельной массы в результате воздействия высоких температур на исходную рецептурную смесь происходят физико-химические изменения сахаров, составляющих эту смесь. При этом повышается цветность, увеличивается содержание редуцирующих веществ. Это приводит к ухудшению внешнего вида карамели, к снижению ее стойкости при хранении. Состав продуктов изменения сахаров, образующихся при приготовлении карамели, будет различным в зависимости от условий нагревания, степени и продолжительности теплового воздействия. Рецептуры, реакции среды, присутствие примесей, концентрации сахара. Эти процессы изменения сахаров при нагревании в зависимости от перечисленных выше факторов и при совокупности этих факторов будут происходить не совсем одинаково для различных сахаров. Однако, основную схему химических изменений моносахаров, в частности глюкозы, при ее нагревании в кислой или нейтральной среде, можно представить в следующем виде. Нагревание глюкозы вызывает сначала дегидратацию сахара, отщепление от глюкозы одной или двух молекул воды. При этом образуются ангидриды глюкозы, реакционно способные соединения, которые могут соединяться или друг с другом, или с неизменной молекулой сахара и образовывать так называемые продукты конденсации, реверсии. При продолжительном тепловом воздействии отщепляется третья молекула воды, а образуется оксиметилфурфурол, который при дальнейшем нагревании может распадаться с разрушением углеводного скелета и образовывать муравьиную и левулиновую кислоты или образовывать окрашенные соединения. В общем виде схему химических изменений сахарозы можно представить в схематичном виде так, как это вы видите на экране. Механизмы превращения сахаров и их склонность к изменениям при нагревании не одинаково. Из сахаров, входящих в состав исходно-рецептурной смеси для карамели или образующихся в процессе приготовления карамели, наиболее чувствительной к нагреванию является фруктоза. Скорость изменения фруктозы, по данным оптической плотности, примерно в 7 раз больше глюкозы. Основной компонент всех кондитерских изделий, в частности карамели, сахароза. При нагревании в слабокислой или нейтральной среде подвергается инверсии с образованием двух молекул моноз – глюкозы и фруктозы. Так как сахароза обнаруживает свойства слабой кислоты, константа её электролитической диссоциации при 25 градусах Цельсия равна 3 умножить на 10 в минус 13 степени, то при нагревании может происходить её инверсия без добавления кислоты – самоинверсия сахароза. Тот чаш при появлении моноз ускоряется процессы их дегидратации. Происходит образование продуктов изменения сахароз, имеющей кислый характер, которые в свою очередь ускоряют процессы инверсии сахарозы и других углеводов. При нагревании сахаров невысокой концентрации 10-30% легко образуется оксиметилфурфурол, в то время как при нагревании высококонцентрированных растворов 70-80% он образуется с трудом. Продукты конденсации наоборот образуются в больших количествах при нагревании концентрированных растворов сахаров и особенно при их плавлении. При изготовлении кондитерских изделий и в частости карамели обычно нагревают высококонцентрированные смеси сахаров 75-80%. Поэтому основную часть продуктов изменения сахаров при этом составляют ангидриды сахаров, продукты конденсации и незначительную часть продукты глубокого изменения сахаров. Продукты изменения сахаров, образующихся при изготовлении карамели, ухудшают ее качество, повышают цветность и гигроскопичность. Однако среди продуктов изменения сахаров имеются также такие, которые положительно влияют на устойчивость карамели против кристаллизации. К ним относятся так называемые первичные продукты, к которым условно относят смесь, состоящую из ангидридов сахаров, продуктов конденсации, реверсии. Для оценки стойкости карамельной массы против засахаривания в НИИ кондитерской промышленности был предложен метод определения так называемых легко гидролизуемых ангидридов. Таких соединений, которые способны при слабокислотном гидролизе подвергаться расщеплению. Этими соединениями могут быть диангидриды сахаров, соединение ангидридов с неизменными сахарами и другие продукты конденсации. Качество сырья, используемого при приготовлении карамельной массы, оказывает влияние на процессы приготовления и стойкость карамели. Установлено, что стойкость карамели против засахаривания и ее гигроскопичность, то есть способность поглощать влагу из окружающего воздуха, зависит от содержания в патоке редуцирующих веществ, от состава золы, активной кислотности патоки PH, содержания в патоке белковых азотистых веществ. Большое влияние на качество карамели оказывает содержание в патоке редуцирующих веществ, в частости содержание в ней глюкозы. Сухие вещества обычные патоки состоят из 20% глюкозы, 20% мальтозы и 60% декстринов. Низкоосахаренная патока имеет значительно меньшее содержание глюкозы – порядка 9-13%. Установлено, что со снижением количества глюкозы в патоке стойкость карамели при хранении повышается. С этой точки зрения наиболее подходящей для производства карамели будет низкоосахаренная патока, изготовленная кислотно-ферментативным гидролизом крахмала. Весьма нежелательным является присутствие в патоке азотистых веществ, которые даже при содержании их в незначительных количествах, порядка сотых и тысячных процента, повышают цветность карамели, приводят к образованию продуктов взаимодействия сахаров с азотсодержащими соединениями меланоидинов. Высокая зольность патоки также неблагоприятно отражается на качестве карамели. Имеется определенная зависимость между pH патоки и ее инверсионной способностью, то есть способностью к образованию редукцирующих веществ в процессе производства карамельной массы. Инверсионная способность патоки зависит не только от pH, но и от других показателей, от солей, не сахаров, которые ослабляют действия катиона H. Это буферное действие различное у различных видов патоки и меняется в зависимости от количества и состава солей. Уже было отмечено, что общее количество минеральных солей в патоке не должно превышать 0,4%. В золе патоки могут присутствовать следующие катионы и анионы кальций, калий, натрий, феррум, O, P2O5 и другие. Чем меньше инверсионная способность патоки, тем ценнее она для карамельного производства. Так как образующаяся при инверсии сахарозы фруктоза является очень нежелательной составной частью карамели. А теперь мы переходим к рассмотрению машинно-аппаратурной схемы линий производства карамели. Вместе с машинно-аппаратурной схемой мы разберем кратко технологию производства, заострим внимание на некоторых особо важных процессах в машинно-аппаратурной схеме. Итак, основным сырьем для производства фруктово-ягодной карамели являются сахар, патока и фруктово-ягодной заготовки. К основному сырью добавляется вода. В результате последовательной обработки сырья на различных машинах и аппаратах получается карамель с начинками. Сахарный песок из мешков, силосов или сахаровозов загружают в норью 44, которая подает его в просеивательную машину 43. Здесь на сетах от сахара отделяются посторонние примеси. При движении просеянного сахара по лотку просеивательной машины с помощью постоянных магнитов из него удаляются феропримеси. Очищенный сахар поступает через дозатор 42 в смеситель 41. В этот же смеситель непрерывно в нужном количестве подается водопроводная вода, предварительно подогретая в аппарате 51. Патока сливается из автомашин в металлические баки 45, имеющие отделение 46, в котором расположены змеевики 47 с паром. Патокозаполняющая отделение нагревается до температуры, при которой ее можно перекачивать насосом 48. Насосом патока подается в бак 49, где нагревается до температуры близкой к 90 градусам. Поршневой насос 50 подает в нужной пропорции патоку смеситель 41. Из смесителя плоджерный насос 40 нагнетает кашицеобразную смесь в змеевиковый растворитель 39. Затем сироп проходит фильтр 38 и стекает в закрытый сборник 37. Концентрация сухих веществ в сиропе 84-88%. Поршневым насосом 36 с регулируемой подачей карамельный сироп перекачивается в змеевик вакуум аппарата 35. Здесь сироп уваривается в карамельную массу с концентрацией сухих веществ 98,5%. Вторичный пар, получаемый в результате уваривания сиропа, поступает из вакуум камеры 55 в конденсатор 54 и конденсируется. Конденсат откачивается вместе с воздухом в вакуум насосом 53. Процесс уваривания можно осуществить, используя для этих целей различную уварочную аппаратуру. Наиболее распространение в промышленности при уваривании карамельных сиропов до карамельных масс получили унифицированные вакуум аппараты с отдельной вакуум камерой. И ручной или механизированной выгрузкой массы. Кроме того, на некоторых кондитерских предприятиях при изготовлении леденцовой карамели на механизированных поточных линиях уваривание сиропа осуществляется в змеевиковых колонках при атмосферном давлении. За рубежом для уваривания карамельных масс широкое распространение получили пленочные аппараты, работающие как при атмосферном давлении, так и под вакуумом. Для процесса уваривания массы в пленке характерна высокая интенсивность теплообмена, его кратковременность – порядка нескольких секунд, и связанные с этим незначительные изменения углеводов в процессе уваривания. Применяемые в карамельном производстве аппараты рассчитаны на давление греющего пара 600 кПа. Средний коэффициент теплопередачи при уваривании сиропа до карамельной массы невелик и составляет от 258 до 291 Вт, делённого на метр в квадрате Кельвин. Особенностью уваривания карамельных масс в тонкослойных и пленочных аппаратах является то, что процесс удаления влаги при этом происходит из тонкого слоя или пленки. Процесс уваривания карамельного сиропа до карамельной массы в таких аппаратах более кратковременный. В зависимости от способов уваривания и рецептуры карамельного сиропа, конечные температуры готовой карамельной массы для достижения одного и того же значения содержания сухих веществ в массе будут различны. Если уваривание карамельного сиропа производят без вакуума, то температура при которой происходит удаление избыточной влаги из сиропа будет выше, чем при уваривании под вакуумом и составляет на выходе из аппарата 150-155 градусов Цельсия. Конечная температура уваривания сиропа определяется также содержанием сухих веществ и рецептуры. Так, при уваривании сахаропаточного сиропа температура карамельной массы на выходе из вакуум камеры составляет 124-126 градусов Цельсия. При уваривании сахароинвертного сиропа при прочих равных условиях температура карамельной массы будет равна 130 градусов Цельсия. При уваривании карамельных сиропов температура массы и продолжительность ее уваривания изменяются в зависимости от разрежения в вакуум камерах. Для получения высококачественной, светлой, стойкой при хранении карамели, все процессы, связанные с воздействием на сахаропаточную смесь тепла, следует производить возможно более короткие промежутки времени. С этой точки зрения небезразличным является и давление греющего пара и разрежение в вакуум аппаратах. При повышении давления греющего пара сокращается продолжительность процессов уваривания массы, растет производительность. За рубежом для варки карамельной массы используют греющий пар под давлением 800-1000 кПа. На качество карамельной массы большое влияние оказывает также величина разрежения в аппарате. При повышении разрежения значительно снижается и температура массы, что благоприятно влияет на качество карамели. Как ранее отмечалось, содержание сухих веществ в готовой карамельной массе в зависимости от того, для каких целей ее готовят, колеблется в пределах от 96 до 99%. Для изготовления леденцовой карамели массу уваривают до более высокого содержания сухих веществ 98,5-99%. Исключением является леденцовая карамель, которая формуется на карамели, формующих агрегатах из М2. Для такой карамели в связи с особенностями формования на этих машинах, карамельную массу уваривают до содержания сухих веществ 96-96,5%. При более высоком содержании сухих веществ в массе готовая карамель при прочих равных условиях дольше сохраняет свои аморфные свойства. Однако в связи с тем, что вязкость карамельной массы резко возрастает с повышением содержания сухих веществ, выработка такой массы, например, при изготовлении карамели с начинками, переслоенными карамельной массы затрудняется. Поэтому для получения карамели с начинками содержание сухих веществ в карамельной массе несколько ниже. В зависимости от вида начинок содержание сухих веществ в карамельной массе составляет от 96,5 до 98%. При приготовлении карамельной массы необходимо учитывать рецептуру карамели ее состав, так как на структурно-механические свойства карамельной массы, например, на ее вязкость, пластичность, хрупкость оказывают влияние рецептура, общее содержание сухих веществ и температура. Это, в свою очередь, влияет на процессы, связанные с обработкой массы на тянульных машинах, сформование массы и т.д. Плотность карамельной массы также является функцией содержания сухих веществ и рецептуры и может быть вычислена по такой формуле. Карамельная масса периодически выливается из вакуум-камеры в воронку охлаждающей машины 34, где охлаждается до 85-90 градусов Цельсия. В конце этой машины установлены дозаторы 33, которые добавляют в карамельную массу кислоту, пищевой краситель и эссенцию. В процессе охлаждения, которое может осуществляться как в потоке, так и на охлаждающих столах периодически, происходит изменение массы. Из жидкого, текучего, она переходит в вязко-пластичное состояние. В таком состоянии карамельную массу подвергают обработке, перетягиванию или пронимке. В зависимости от рецептуры и содержания сухих веществ в карамельной массе, переход ее из жидкого в вязко-пластичное состояние, а при дальнейшем охлаждении в твердое состояние происходит в различных температурных интервалах. Транспортер 32 перемещает массу к тянульной машине 31, на ней масса перемешивается с красящими и ароматизирующими веществами, насыщается воздухом, приобретая приятный шелковистый вид. Лента карамельной массы также может охлаждаться на наклонной охлаждаемой изнутри плите. При этом в карамельную массу и специальных дозаторов непрерывно подаются краситель, кислота и эссенция. В нижней части плиты карамельная лента специальным устройством складывается в жгут таким образом, чтобы введенные в массу ароматические, вкусовые, красящие вещества оказались внутри ленты. Скорость продвижения массы по плите около 5,5 метров в минуту. Известно, что карамельная масса является весьма неустойчивой системой. Сахара сахароза, входящие в ее состав, стремятся принять свойственное им кристаллическое состояние. При этом скорость кристаллизации сахарозы зависит от скорости охлаждения, и с понижением температуры, повышением вязкости быстро падает. Поэтому необходимым условием при изготовлении карамели является ее охлаждение в возможно более короткие сроки. Для подкрашивания карамельной массы используют специальные разрешенные органами здравоохранения красители. Из искусственных красителей разрешен тартразин, желтый. Из натуральных красителей для подкрашивания подкисляемой карамели применяют энокраситель красный, получаемый из выжимок винограда, отходов при получении соков и вин. При сочетании нескольких красителей в различных соотношениях можно получить зеленый, оранжевый и другие цвета. Для подкисления карамельной массы обычно используют органические пищевые кислоты со слабой реверсионной способностью, стойкие, нелетучие, хорошо растворимые в воде. Таким требованием отвечают широко используемая для подкисления карамельной массы лимонная кислота. Благодаря невысокой температуре плавления 70-75 градусов Цельсия она хорошо распределяется в массе. Для подкисления карамельной массы можно применять и другие кислоты, молочную, винно-каменную, яблочную. Однако эти кислоты по сравнению с лимонной имеют ряд недостатков. Так винно-каменная кислота имеет высокую температуру плавления, около 170 градусов Цельсия, и несколько более высокую инверсионную способность. Яблочная кислота для подкисления, получения идентичного вкуса, должна добавляться в карамельную массу в количествах на 20-25% больше, чем лимонная. Использование молочной кислоты для подкисления не рекомендуется, так как получается она в жидком виде 50-60% концентрации и при добавлении в карамельную массу разжижает ее. В качестве ароматических веществ при производстве карамели используются разрешенные органами здравоохранения жидкие фракции, являющиеся спиртовым раствором натуральных эфирных масел, лимонного, мятного, апельсинового, или смеси различных сложных эфиров, синтетических. Недостатком эссенции, приготовленных на спиртовом растворе, является их высокая летучесть при повышенных температурах. Количество эфирных масел или синтетических душистых веществ в эссенциях составляет обычно 10-20%. Кроме того, для ароматизации карамельной массы, помимо однократных эссенций, используются двукратные, четырехкратные эссенции. В эссенциях, соответственно, увеличивается доля душистых веществ. Переход карамельной массы из жидкого в твердое стеклообразное состояние связан с непрерывным изменением структурно-механических свойств масс. При этом непрерывно увеличивается вязкость. Увеличение вязкости карамельной массы при переходе из жидкого в пластичное и далее в твердое состояние составляет сотни паскаль секунд. Структурно-механические свойства карамельной массы оказывают определенное влияние на процессы обработки массы, вытягивание, формование, калибрование, заполнение массы начинкой. Вязкость и пластичность карамельной массы зависят от температуры, содержания сухих веществ, рецептуры и качественного состава сырья, используемого при приготовлении карамели. При изменении доли сухих веществ в карамельной массе с 97,1% до 97,9% предельное напряжение сдвига, пластическая прочность при температуре 60 градусов Цельсия повышалась с 12,8% до 1670 кП. Не менее значительное влияние на предельное напряжение сдвига оказывает и температура массы. Так, изменение температуры массы всего на 1,3 градуса Цельсия вызывает соответствующее изменение предельного напряжения сдвига в 1,5-4 раза. Изменение вязкости карамельной массы в зависимости от температуры представлено на графике, который вы видите на экране. Реологические свойства карамельной массы оказывают влияние на распределение начинки в карамели, на ее деформационное поведение после формования при охлаждении на узких транспортерах. Наилучшими условиями процесса формования являются такие, при которых карамельная масса легко принимала бы определенную, заданную форму. И в то же время обладала такими реологическими свойствами, при которых эта форма сохранялась бы, масса не расплывалась. Исходя из этого, при обработке карамельной массы необходимо строго соблюдать рекомендуемые температурные параметры массы. При приготовлении карамели на механизированных поточных линиях, карамельная масса после охлаждения или обработки на тянульной машине непрерывно поступает в обкаточную машину. Изготовление карамели с начинкой с нетянутой карамельной массы осуществляется на наших фабриках полупоточным способом, так как пока еще не решен вопрос проминки массы в потоке после введения в нее вкусовых, красящих и ароматических веществ. После обработки массы на тянульной машине изменяется не только внешний вид массы. Масса теряет прозрачность и приобретает блестящую шелковистость, но и ее структурно-механические свойства. При обработке карамельной массы в ней более равномерно распределяются введенные в нее добавки. Обычно температура карамельной массы, поступающей на обработку на тянульной машины равна 88-90 градусов Цельсия. В процессе обработки происходит дальнейшее охлаждение карамельной массы до 80 градусов Цельсия. При этом сильно возрастает вязкость массы. В результате вытягивания в массу попадает большое количество воздуха и образуются воздушные пузырьки. При вытягивании снижается относительная плотность массы с 1,54 до 0,93 после 7 минут обработки. При увеличении времени обработки массы на тянульной машине, более 7 минут, происходит повышение относительной плотности массы, что можно объяснить разрушением тонких пузырьков и их слиянием. При обработке на тянульной машине происходит некоторое повышение влажности массы. Масса сорбирует до 1% влаги. Способность тянутой карамельной массы к поглощению влаги выше, чем нетянутой. Что можно объяснить увеличением поверхности массы? Благодаря лучшей миграции влаги с поверхности во внутренние слои, тянутая карамельная масса менее липкая с поверхности, чем нетянутая. Склонность к кристаллизации тянутой карамельной массы также большая по сравнению с массой, необработанной на тянульной машине. Транспортер 30 подает тянутую карамельную массу к апкаточной машине 17, которая придает ей форму конуса. Машина 29 вытягивает из конуса жгут определенного сечения с начинкой внутри. Штампующая машина 18 делит жгут на карамельки, придавая каждую определенную форму и оставляя рисунок на ее поверхности. Цепочка карамелек перемещается узким охлаждающим транспортером 28 к охлаждающему шкафу 27. На этом транспортере карамельки и соединяющие их перемычки охлаждаются воздухом, который нагнетается в короб по воздуховоду 19. В шкафу 27 карамель охлаждается воздухом, нагнетаемым по воздуховодам 20, расположенным как со стороны входа, так и со стороны выхода карамели. Охлажденная карамель распределяется транспортером 21 на завертывающие машины 26, установленные вдоль транспортера по обе его стороны. Отводящие течки транспортера стабжены створками, с помощью которых регулируется количество карамели, поступающей в питатель завертывающей машины. С завертывающих машин карамель попадает на транспортер 22, в конце которого производится контроль качества завертки и отбор брака. Над лентой транспортера могут быть установлены продольные направляющие для предотвращения смешивания карамели, завернутой разными машинами. С транспортера 22 проверенная карамель переходит на наклонный транспортер 23 и поступает в бункер автовесов 24. Из автовесов карамель высыпается в короб 25, установленный на транспортере оклеивающей машины. Короб после упаковки поступает в экспедицию. Начинка которой наполняется карамельный жгут готовится так. Из хранилища 1 фруктово-ягодное пюре насосом 2 подается в десульфитатор 3. В нем заготовки размешиваются и из них удаляется сернистый газ. Пульпа собирается в размельчитель 4, а оттуда насосом 5 или при помощи вакуума передается на протирочную машину 6, в которой протирается через дырчатый барабан. Протертая пульпа из емкости 7 насосом 8 перекачивается в смеситель 9. В этот же смеситель насосом 52 подается сироп из сборника 37. Получаемая рецептурная смесь с влажностью 42% поступает в сборник 10, а из него насосом 11 подается в змеевиковый варочный аппарат непрерывного действия 12, где уваривается до влажности 19,5%. Из пароотделителя 13 выделяющийся вторичный пар отсасывается вентилятором. В случае уваривания в вакуум-аппарате вторичный пар поступает в конденсатор. Из пароотделителя начинка стекает в темперирующий сборник 14, где она смешивается с эссенцией и охлаждается до температуры, которая примерно на 10 градусов Цельсия ниже температуры карамельной массы в машине 17. После темперирования начинка поступает в начинку-наполнитель 16, который нагнетает ее по изолированному трубопроводу через непрерывно действующий фильтр 15 в карамельный конус, находящийся в машине 17. Механизированная поточная линия производства завернутой карамели с начинкой. Линия предназначена для производства штампованной завернутой карамели с непрозрачной тянутой оболочкой. Линия включает оборудование для приготовления сиропа и начинок, уваривания, охлаждения и обработки карамельной массы, формования, охлаждения и завертки карамели. На кондитерских предприятиях большой и средней мощности, где имеется по несколько поточных линий производства различных сортов карамели, снабжение линий сиропом и начинкой осуществляется с общефабричных сиропной и начиночной станций. На слайде представлена схема механизированной поточной линии производства завернутой карамели с начинкой, начиная от вакуума аппарата для уваривания карамельной массы. Карамельный сироп, приготовленный на сиропной станции, подаётся в расходный бак 1, из которого он откачивается плунжерным насосом 2 и нагнетается последним в змеевик карамели варочного вакуума аппарата 3. Уваренный сироп из змеевика поступает в опорную часть 5 вакуума аппарата, где происходит отделение вторичного пара. Вторичный пар поступает в конденсатор смешения 6, откуда смесь образовавшегося конденсата и охлаждающей воды откачивается мокровоздушным насосом 7. Такие насосы рассмотрены нами в отдельном видео. Карамельная масса периодически выпускается из камеры 5 в загрузочную воронку 4, охлаждающей машины 8, в которой она движется в виде тонкого пласта, по наклонной, охлаждаемой изнутри плите, при этом на движущийся пласт карамельной массы из дозаторов 9 непрерывно подается эссенция лимонная кислота и красители. Охлажденная до 90-95 градусов Цельсия карамельная масса ленточным транспортером 10 передается на непрерывно действующую тянульную машину 11 с наклонными планетарно движущимися перетягивающими пальцами и пазовым съемником. На тянульной машине карамельная масса непрерывно перетягивается с целью перемешивания ее с красящими и ароматизирующими добавками, насыщения воздухом и приедания ей шелковистого вида. Тянутая масса непрерывно подается ленточным транспортером 12 в карамеле обкаточную машину 14 с начинкой наполнителем 13, в которые по трубопроводу подается начинка. Начинка наполнитель нагнетает начинку по гибкому шлангу и расположенной в карамеле обкаточной машине нагнетательной трубке внутрь карамельного батона. По мере обкатки карамельный батон превращается в жгут. Выходящий из карамели обкаточной машины карамельный жгут с прожилкой начинки внутри проходит через жгутовытягиватель 15, который вытягивает и калибрует его до нужного диаметра. Откалиброванный карамельный жгут непрерывно поступает на цепную карамели штампующую машину 16, которая формует и разрезает его на отдельные изделия соответствующей формы с рисунком на поверхности. Отформованная карамель с температурой 60-65 градусов Цельсия непрерывной цепочкой с тонкими перемычками поступает на узкий ленточный охлаждающий транспортер 17, на котором происходит охлаждение перемычек и предварительное охлаждение поверхности карамели, образование корочки, с одновременной подачей её на дальнейшее охлаждение в охлаждающий двухъярусный инерционный транспортер 18, помещенный в закрытом шкафу. На узкий охлаждающий транспортер и в шкаф охлаждающего транспортера вентилятором по воздуховодам непрерывно подаётся охлаждающий воздух с температурой 15-16 градусов Цельсия. Воздух для охлаждающих аппаратов целесообразно подготавливать в специальных кондиционерах, в которых регулируется не только его температура, но и относительная влажность. На охлаждающем транспортере карамельная цепочка с помощью движущегося желобка разбивается на отдельные карамельки и, проходя последовательно по двум качающимся лоткам, охлаждается до температуры 40-45 градусов Цельсия. Продолжительность охлаждения около 4 минут, расход охлаждающего воздуха до 8000 кубометров в час. Охлаждённая карамель поступает через спускной лоток и наклонный транспортер 19 на распределительный конвейер 20. Вдоль него установлены карамелезаверточные автоматы 21 с автоматическими питателями. Под распределительным конвейером расположен ленточный транспортер для сбора завёрнутой продукции. Карамель, двигаясь по распределительному конвейеру, подаётся по наклонным желобам с регулируемыми затворами в автоматические питатели завёрточных автоматов 21. Завёрнутая карамель поступает на сборный транспортер, на котором в конце производится контроль качества завёртки и отбор брака. Завёрнутая карамель с помощью промежуточного транспортера 22 или спуска подаётся на автоматические или другие весы 23, взвешивается и упаковывается в гофра короба, которые затем закрываются и оклеиваются бандеролью вручную или на оклеечном автомате 24. Основные технические данные линии представлены в таблице на слайде. Распределительный инерционный конвейер 20 приводится в движение от индивидуального электродвигателя мощностью 1,5 кВт. Частота вращения эксцентрикового вала до 220 оборотов в минуту. Амплитуда колебания 15 мм, угол наклона лотка конвейера 0,4 градуса, угол наклона пружинных стоек 70 градусов, средняя скорость движения карамели около 2 метров в минуту. Механизированные поточные линии производства открытой глянцованной карамели с начинкой. Линии предназначены для производства карамели открытых сортов с последующей фасовкой в мелкую тару, коробки, пачки. Наряду с поточными линиями производства завернутой карамели на некоторых фабриках представлены поточные линии производства глянцованной или обсыпной карамели, как с использованием периодически действующих дрожжевочных котлов с механизированной загрузкой и ручной выгрузкой, так и с агрегатами для непрерывного глянцевания. Первая часть линии и процесс приготовления карамельной массы до охлаждения отформованной карамели мало отличается от описанной ранее поточной линии производства завернутой карамели и оснащены в основном тем же оборудованием. При этом формование карамели на такой линии может производиться на карамели-режущей машине для карамели формы подушечка или на карамели-штампующей машине при выпуске карамели формы шарик. Схема участка глянцевания обсыпки карамели в линии с применением дрожжевочных котлов представлена на слайде. Карамель, полученная на поточной линии, аналогичной описанной ранее, после охлаждающего транспортера 1, поступает на распределительный качающийся конвейер 2, расположенный над дрожжевочными котлами 3. С помощью загрузочных желобов 4 карамель загружается в дрожжевочные котлы 3. По окончании процесса глянцевания или обсыпки карамели выгружают из котлов на наклонный вибрирующий лоток 5, отводящий её на упаковку в короба или ящики, направляемые паралегангу 6 на взвешивание и в экспедицию. При обсыпке сахаром готовая карамель выгружается непосредственно в бункер для последующей упаковки. С целью механизации процесса глянцевания карамели был создан агрегат для непрерывного глянцевания карамели в потоке. Его применение позволило значительно улучшить условия труда и создать непрерывный механизированный процесс на этом участке поточной линии. На слайде показан участок механизированной поточной линии производства глянцованной карамели с агрегатом для непрерывного глянцевания УГК-3 и автоматом для фасовки глянцованной карамели в картонной пачке. Отформованная карамель в виде цепочки с тонкими перемычками передаётся узким охлаждающим транспортером 1 на охлаждающий транспортер 2, охлаждённая до температуры 40-45 градусов карамель поступает с помощью питающего вибрационного сетчатого лотка в агрегат для непрерывного глянцевания УГК-3, представляющий собой вращающийся наклонный цилиндрический барабан, разделённый на три секции и снабжённый дозаторами сиропа, глянца и талька, а также колориферы для получения тёплого воздуха. Расчёт и проектирование подобных наклонных барабанов нами рассмотрены в отдельном видео. Внутренняя поверхность барабана покрыта гофрированной жестью. Продолжительность процесса глянцевания около 20 минут. Карамель поступает в первую секцию барабана, куда непрерывно с помощью дозатора подаётся сахарный сироп. Покрытая сиропом карамель благодаря наклону барабана передвигается в его вторую секцию, куда вторым дозатором непрерывно подаётся расплавленный глянец. Затем карамель переходит в третью секцию, где при вращении и постепенном её продвижении происходит закрепление накатки и дополнительная шлифовка карамели с образованием блестящей поверхности. Благодаря подаче через отверстие в оси барабана тёплого воздуха из колорифера одновременно происходит подсушка накатанного слоя. На выходе из барабана карамель с помощью периодически включаемого дозатора обсыпается тальком в небольших дозах. Глянцованная карамель через качающийся сетчатый лоток, отсеивающий крошку, подаётся ковшовым элеватором 4 и промежуточным распределительным транспортером 5 в приёмные бункера фасовочно-упаковочных автоматов 6. Глянцованная карамель фасуется и упаковывается в картонные пачки размером 200 грамм. Основные технические данные линии представлены в таблице на слайде. Автоматизированная поточная линия производства завёрнутой леденцовой карамели. Линия предназначена для производства леденцовой карамели типа театральной, изготавливаемой в форме параллепипеда и завёртываемой на ирисоформовочной завёрточной машине ИВЗ. Машинно-аппаратурная схема представлена на слайде. Патока и сахарный сироп из соответствующих ямкостей 1, 2 плунжерным насосом 2 подаются в смеситель 3, из него смесь с шестерённым насосом 4 подаётся в расходный бак 5, а затем плунжерным насосом 6 в выпарной аппарат 7. Уваренная карамельная масса вместе с вторичным паром поступает в вертикальную трубу, где пар отделяется от карамельной массы и отсасывается вентилятором через па трубок 11. Карамельная масса непрерывно стекает вниз по трубе, при этом из дозаторов 10 и 13 в неё подаются добавки. А в реверсивно-поворотном наконечнике 9 трубы 12 карамельная масса перемешивается с добавками мешалкой и равномерно распределяется в приёмной воронке 8 охлаждающей машины 17. В воронку непрерывно подаётся также эссенция из дозатора 14. После охлаждения на барабане 15 лента карамельной массы скользит по наклонной охлаждающей плите и подвижными лемешками свёртывается в жгут, который захватывается двумя зубчатыми барабанами 16, осуществляющими проминку карамельной массы. Карамельный жгут переходит далее на верхнюю ветвь транспортера 18, наклонённого к горизонту под большим углом. В конце транспортера установлен нож 19 гильотинного типа, разрезающий карамельную массу на отдельные жгуты длиной около 1200 мм. Отрезанные жгуты поступают на промежуточный транспортер 20, а с него переходят на распределительный ленточный транспортер 21. Над этим транспортером установлены поворотные сталкиватели, которые, работая последовательно, сталкивают жгуты по наклонным спускам 22 в обкаточные машины агрегатов ИВЗ, установленных перпендикулярной оси транспортера. А в линии установлено 5 агрегатов ИВЗ, один из которых является резервным. Скорость распределительного транспортера 25 выбрана с таким расчётом, чтобы первый жгут успел сойти в последнюю машину линии до того, как на транспортер поступит второй жгут. Промежуточный транспортер 20 работает с переменной скоростью. В период перехода на него жгутаста с транспортера 18 его скорость равна скорости транспортера 18 В' равно 2,94 мм в минуту, а в период подачи жгута транспортером 21 капкаточным машинам он имеет повышенную скорость 29,4 мм в минуту, скорость В' Эта скорость близка к скорости распределительного транспортера 21 В' равно 32,4 мм в минуту. Скорость транспортера 20 изменяется с помощью двухступенчатой коробки скоростей 26. Как не трудно заметить, скорости В' и В' различаются ровно в 10 раз. Карамель, завёрнутая на машинах 24, передаётся поперечными транспортерами 25 на отводящий ленточный транспортер 23, на котором происходит её охлаждение, и далее поступает на фасовку. При недостаточной ширине помещений агрегаты ИВЗ могут быть установлены параллельно оси распределительного транспортера. Внедрение линии в производство позволило облегчить труд рабочих и повысить производительность труда в 2-3 раза. Основные технические данные линии представлены на слайде. Полумеханизированная поточная линия производства карамели с различными начинками. Линия представлена на слайде. Она предназначена для производства карамели различных сортов, в том числе карамели типа раковая шейка, снежок, с орехово-шоколадными или прохладительными начинками, прослоенными карамельной массой. Линия включает оборудование для уваривания, охлаждения и обработки карамельной массы, приготовления начинок, формования и охлаждения карамели, её отделки и завёртки. Карамельный сироп влажностью 15-16% подаётся с сиропной станции в расходный сиропный бак 1. На небольших предприятиях сироп приготовляется в открытом пароварочном котле с фильтр в ванной или в диссутере, устанавливаемых непосредственно в линии. Плунжерным насосом 2 с регулируемой подачей сироп нагнетается в змеевиковый вакуум-аппарат 3 с вакуум-камерой 4, в котором он уваривается в карамельную массу с влажностью 1,5-2%. Для создания и поддержания разрежения в вакуум-камере аппарата к ней присоединяется конденсатор смешения и мокровоздушный вакуум-насос 5. Готовую карамельную массу выгружают из вакуум-камеры аппарата периодически каждые 2 минуты порциями по 20-25 кг в тазы или непосредственно на охлаждающие столы 6, на которых в массу вводят необходимые добавки – кислоту, краситель, эссенцию – и вручную перемешивают. Затем массу перекладывают на тёплый металлический или нейтральный мраморный стол 7, откуда при производстве тянутых сортов карамели массу подают на тянульную машину 8 периодического действия для перетягивания, а при производстве не тянутых сортов массу проминают вручную или на проминальной машине 9 периодического действия. Охлажденную примерно до 90 градусов Цельсия и обработанную карамельную массу порциями загружают в карамели обкаточную машину 10, где из карамельной массы образуется конусообразный батон, а внутри которого с помощью начинка наполнительного насоса вводится фруктово-ягодная начинка. Начинка готовится в сферических или других вакуум-аппаратах, затем перед подачей в начинка-наполнитель обкаточной машины темперируется до 65-70 градусов Цельсия в цилиндрических темперирующих машинах-сборниках, которые на схеме не показаны. Прохладительные ореховые, орехово-шоколадные начинки, применяемые для производства карамели типа снежок, раковая шейка, гусиные лапки подвергаются предварительному переслаиванию карамельной массой, вручную или с помощью кольцевого складывателя 14, устанавливаемого обычно к отдельной карамели обкаточной машине 11 с жгутовытягивателем 13. Переслоенная начинка вкладывается внутрь пласта карамельной массы, приготовляется так называемый пирог, который затем закладывается в карамели обкаточную машину 10 для образования из него батона и затем жгута. С карамели обкаточной машины 10, образовавшиеся в результате обкатки из конусообразного батона карамельный жгут с прожилкой начинки поступает на жгутовытягиватель 12, который вытягивает и калибрует его до необходимого диаметра. Затем откалиброванный жгут поступает на карамели формующую, режущую или штампующую машину 15 для формования из него карамели. Отформованная карамель цепочкой с тонкими перемычками подается на воздушное охлаждение, сначала на узком ленточном охлаждающем транспортере 16, а затем на вибротранспортере 17, где охлаждается до температуры 40-45 градусов Цельсия. Готовая карамель подается в лотках или по транспортеру заверточным машинам или дрожжировочным котлам для отделки, глянцевания, обсыпки. И далее после завертки или отделки упаковывается в торговую тару и передается в экспедицию. Производительность линий 3-4 тонны в смену. Вы посмотрели видео, посвященное производству карамели. Мы рассмотрели машиноапараторную схему линий производства карамели и физико-химические изменения, происходящие с углеводами при производстве карамели. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий, если вам что-то непонятно или у вас есть вопросы. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.